Всем привет от моего красавчика Рексика. Да, Беллочка ревнует, гавкает. Да, мой красавчик, мой Рексик. Всегда показывала вам видео, да, как я управляюсь утром на хозяйстве. А сегодня решила показать, как я кормлю курочек вечером. Ну и, собственно, да, вечерние свои дела. Обязательно погладить котика. Из изменений у меня появились бочки. И здесь у меня теперь хранится зерносмесь. Вот этой вот зерносмесью я кормлю своих курочек, и они отлично несутся. Сегодня как раз пойдем и соберем яйца. Так, здесь у меня зерносмесь, которую я покупаю готовую. Там кукуруза битая, семечко, немного овса. И отдельно я докупила горох. Обычно я беру колотый, но в этот раз колотого не было. Я взяла буквально пол ведра цельного. Да, Рексик пришел проверять, как я тут все делаю. В эту зерносмесь я добавляю обязательно дрожжи, мясокосную муку. Сейчас я вам еще покажу. Вот такая у меня добавочка для кур. Вот, мне очень понравилась. Я ее тоже всыпаю вот в эту зерносмесь. У меня еще был мел, вот я его добавляла. Но именно в этой мешанке, да, вот в этой зерносмеси сейчас мела нет. Здесь, как я уже сказала, дрожжи, мясокосная мука, добавка для кур. Ну и, собственно, да, здесь разные-разные злаки. Все даю в цельном виде. Кто-то, да, делает дробленочку. Ну, мне в целом виде больше нравится, потому что, естественно, это дольше переваривается. И у курочки чувство сытости. У меня вот такое вот ведерко для кормления. Не знаю, сколько здесь литров. Наверное, 4. Нигде, наверное, не написано. В общем, мне кажется, не 5 и не 3. Что-то между. И вот такое ведерко я даю на всех своих курочек в вечернее кормление. Так что сейчас набираю и идем кормить. Также я замочила немного люцерны. Вот, и сейчас смешаю ее с кормом и дам. Отдельно ее, да, вот так вот. Куры почему-то плохо едят. Поэтому я понемножечку, не каждый день, где-то, наверное, через день, бывает раз в 2 дня, вот, я даю, ну, такую размоченную люцерну. Обычно даю с утра, но завтра утром у меня дома не будет, поэтому дам сейчас. Вот, можно прям перемешать. Собственно, оп, ну, как-то так. Ну, все, иду кормить курочек. Ну что, красотки мои белопопы, идите кушать, все кушают, а вы здесь. А вы здесь. Кстати, петушок так охромает, и у него получаются на ножке какие-то шишки. Вылечить, к сожалению, это не получится, я так думаю, да. Как бы у нас никто этим заниматься не будет, никакая ветеринарка. Я посоветовала, отправила фото. Мне сказали, Ира, не заморачивайся, а просто пусти этого петушка на суп. В общем, вот такая консультация получилась. А мне так жалко. Вот тяну до последнего. Хотя я вижу, что он уже немного так отбился от стада. Он уже на ножку не становится, ему становится все хуже и хуже. Ну, естественно, значит, он будет терять в весе и, собственно, да, потом сдохнет, если я его не пущу на суп. Ну, такая печальная история с петушком шелковым аборигеном. Ладно, давайте не будем о грустном, будем собирать яйца. Ух ты, сколько сегодня мне принесли. Голубых нету, потому что легбаров я отсадила. Здесь теперь только вот такие вот красивые, темненькие, это несут легмарана. Они, к сожалению, не оливковые, они такие ближе. Все-таки похожи больше на шоколадные, конечно. Ну, так собираем яйца. Сегодня собираю вместе с вами. Да, Коко-кошечки, да, Коко-ко-ко? Ты пришла проверить, что я тут забираю? Ты, моя хорошая. Все, и у шелков пойдемте заберем. Так, шелков вынесутся в нижний ящичек. Вот, за сегодня 4 яичка. У меня, получается, 7 курочек. Два яйца было вчера, 4 сегодня. Да, Коко-ша, да, моя хорошая. Значит, одна курочка какая-то не несется. Почему, объясню. Шелковые куры несутся через день. Ну, дай расскажу, Ля, ты тоже хочешь. Ты тоже хочешь рассказать? Да, моя красавица. Шелковые курочки несутся через день. Естественно, если сегодня 4 яичка, завтра эти курочки нестись не будут. Вот завтра будет, допустим, 2 яичка. Значит, несется 6 кур. А курочек всего 7. Значит, одна какая-то еще не занеслась. Ой, ну она прям вам все рассказала вместо меня. В общем, забираю яйца и выхожу, потому что рассказывать она мне не дает. Да? Красавица, красавица. Моя любимая, кстати, курочка. Петипалый. У него единственный гребешок прямой. Да, да, такая красавица. Ну что, вышла с курятника с вот таким вот уловом. Конечно, кур у меня много. Вот, и кто-то скажет, что на такое количество кур это мало яиц. Но я все равно довольна. Все, что есть, все мои. Боженьки, спасибо. Спасибо.